Давайте посмотрим, срочная новость пришла о том, что вроде бы как сняли блокаду. Давайте почитаем указ. По инициативе Министерства временно оккупированных территорий в порядок пресечения линии разграничений на востоке Украины включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что в соответствии с принятым порядком лица, пересекающие линию разграничений в Донецкой и Луганской областях, вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению. Дмитрий Гордон с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий. Как раз только что мы эту новость получили, и мы ее расценили как снятие блокады или как частичное снятие блокады. Это так или это какая-то опять путанная игра? Я думаю, надо будет посмотреть. Во всяком случае, то, что Украина едина, и то, что Донбасс часть Украины, говорит о том, что нам нужно налаживать контакты, безусловно. Ясно, хорошо. Что хотел вас спросить? Вот сегодня Зеленский рассказал, как сложно было ему разговаривать с Путиным. Мы не поняли из этого разговора, он хочет прямых переговоров или нет? Вот как бы вроде как его отговаривали. Давайте послушаем прямую речь, вы прокомментируете. Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины. Это вопрос наших граждан. Поэтому мы сами должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны в то же время иметь свое мнение. Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором, но говорил я о наших людях. А чего пугаться и чего бояться, когда правда на твоей стороне? Вот, пожалуй, впервые, Дмитрий, здесь ваш президент выглядит как такой тавгай, как американцы говорят, решительный парень. То есть ему все говорили, что не надо, это плохо, а он сделал поперек. А почему так с нациками не сделать? Почему обстрелы прекратить? Все партнеры, все говорили ему, не звони. Хотя все говорят наоборот, вступайте в прямые контакты. Ну, в общем, да. Только что Путин поговорил с Макроном. Пожалуйста, Дмитрий. Евгений, вы знаете, я абсолютно убежден, что Украина фактически осталась одна. И кроме украинцев за судьбу Украины не переживает никто. Поэтому как президент Украины Владимир Зеленский действительно должен предпринимать все шаги для того, чтобы найти способы заключения мира, для того, чтобы вернуть Украине и Крым, и Донбасс. Он правильно делает, он должен и звонить Путину, и встречаться с Путиным, при этом не сдавать ни пяди украинской территории и знать, где граница компромисса. И сейчас, я думаю, ему будет полегче после парламентских выборов, потому что у нас намечается коалиция между партией Зеленского слуга народа и партией Игоря Смешко силой честь. И есть план, мирный план Игоря Смешко. Дмитрий, а вдруг не пройдет Смешко? Не пройдет. Пока не проходит. Скандал Азербайджан. Слышишь про скандал сильнее? Пожалуйста, продолжайте. Желание. Да, да. Поэтому есть план Смешко, мирный план Смешко, который подразумевает нахождение возможности, компромисса, который не коснется уступок территории со стороны Украины. Ой, понятно, понятно. Ваши симпатии к Смешко, они очевидны и понятны. Ну, ваше мнение, вы его высказываете. Смотрите, 21 июля перемирие должно начаться. Должно оно продлиться вечно. Бессрочное перемирие. Сейчас мы видим, продолжаются обстрелы какие-то невиданные. Такого не было вот там с 15-го года. Есть вопрос, который мы очень часто задаем. Тем не менее, сейчас говорят надежд больше. Надежда на то, что действительно война закончится. Украине на это надеются все. И нет наверняка человека в Украине, который бы не хотел окончания войны. Потому что гибнут люди. Вы знаете, я недавно был в Ивано-Франковске и гулял по Центральному парку. И там в Центральном парке стройные ряды свежих могил. Ребят, которые погибли на Донбассе. И на одной из могил сидела мама, вытирала, протирала могилу и плакала. И я с ней разговаривался. Это ужасно. Вы знаете, одно дело знать, что это происходит. Другое дело увидеть эту маму прямо в Центральном парке украинского города, которая плачет, потому что ее единственного сына убили. Поэтому нет человека, который не хотел бы окончания войны. Иначе у этого человека нет сердца. Но нам надо понимать, что Украина потеряла сегодня часть территории. И нет человека, который не хотел бы в Украине, чтобы Украина восстановила свою территорию в полном объеме. Включая Крым и Донбасс. Поэтому надо искать способы, как это сделать, чтобы и Россия не потеряла лицо, чтобы Россия не потеряла лицо, и чтобы Украина получила свое обратное. Я ни в коем случае... ...свою листью в Крыме совершенно точно. И нет человека в Крыму, который хотел бы на самом деле вернуться на Украину. Вашим духем вам отвечаю. Да, Дмитрий, в Донецке и в Луганске тоже матери плачут, и детей там убивают, и только сегодня была ранена женщина. Там продолжаются обстрелы. Но вы говорите о мире, вот как бы с точки формальной... Что это значит? Расширение минского формата, нормандского формата. Есть план у вас выполнять минские соглашения? Это же... Просто каждый день говорят все о приверженности минским соглашениям. Никто их не выполняет. Вот придет Трамп, и придет Мэй, или там следующий премьер-министр Борис Джонсон, кто там будет, и все, и все наладится, что ли? Вы знаете, нужно вспомнить о том, что в 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму, Украина отдала третий по величине ядерный потенциал взамен на гарантии со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции о том, они гарантировали то, что Украина сохранит свою территорию, свой суверенитет и территориальную целостность. Нужно, чтобы эти страны встретились, первые лица этих стран, и подтвердили свои гарантии. Иначе их гарантии ничего не стоят, гроша этого не стоят. И тогда ни Иран, ни Северная Корея не будут отдавать ядерное оружие в обмен на любые гарантии. Речь идет о мировом, о миропорядке. Понятно, речь, конечно, всегда идет о миропорядке. Я хочу запомнить вам, что было совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в соответствии с которым были подтверждены границы 1975 года. После этого развалилась Югославия, распалась Чехословакия. Что это означает? Что вот эта вот гарантия 1975 года сегодня должна быть выполнена и восстановлена эти страны, что ли? Мы не гарантируем, что бы вы ни делали, что вы по своим внутренним причинам не развалитесь. Прежде всего, это ваша ответственность. А ликвидировали свой ядерный потенциал? Почитайте Кучму того периода. Потому что сам Кучма тогда говорил, да мы не можем его содержать. Вы даже армию свою содержать не могли. Не то, что ядерное оружие. Спасибо огромное. Буквально 10 секунд на ответ. Если вдруг Германия придет за Калининградской областью, расскажите это немцам. Пусть придут, конечно. Они давно ждут того, чтобы туда прийти. Но там как-то вот российские граждане живут и отдыхают сейчас. Курортный сезон. Пусть приезжают отдыхать. Это нормально. Вот. Смотрите. Мы, конечно, вынуждены прерваться сейчас, потому что говорят, у нас рыночная экономика. Спасибо Дмитрию Гордону.